Мы поговорим с вами о таком сложном понятии для здоровья, для оздоровления и для всей жизни это индивидуальная конституция и ее отличительные способности Материал этот непростой, в случае чего я вас отсылаю к книге индивидуальная конституция и 4 группы крови, в библиотеке находится, можете почитать Ну вот, что мы видим, начнем, с чего-то начнем, чтобы войти в тему Мы с вами видим перед собой людей Эти люди, возьмем только внешние особенности Отличаются по росту, весу, габаритам Далее, они могут отличаться, это главное отличие Вес, рост, габариты Почему это происходит, с чем это связано И как это влияет на процессы жизнедеятельности Я думаю, что вот эти знания об индивидуальной конституции, которые я сейчас буду излагать Они пришли к нам из очень далекой древности Возможно, кто-то нам такой более умный, чем мы, передали И потом, со временем мы просто-напросто их начали подзабывать, подзабывать, не понимать И в конце концов, современная физиология, медицина, она оперирует совершенно иными понятиями Там, тонкокостный, толстокостный, там, сангвиник, холерик, там, флегматик Вот такие вот понятия Вроде они там что-то объясняют Но на самом деле Вот То первоначальное знание, которое было у древних Очень-очень давно оно было Которым еще оперировал Гиппократ И потом сюда оно передавалось через, так сказать, средние века Все это как-то оно подзабывалось Так вот, это знание оперировало несколько иными понятиями А именно более энергетикой То есть, если мы вот рассматриваем, как бы сказать, есть Есть механика То есть, бам-бам-бам-бам-бам-бам Рычаги, там, веса и так далее Да? То есть, такая наука есть Есть химия Как там вещества соединяются Там, что там получается И за химией стоит физика Как взаимодействуют энергии этих веществ Так вот Будем говорить За физиологией Стоит энергетика И вот эту вот энергетику Прекрасно разобрали Наши древние, будем говорить, мудрецы И передали эти знания Которые, увы Увы, сейчас не используются Но на самом деле Именно они Вот лежат в основе И здоровье И Введение здорового образа жизни Чтобы мы как-то это все понимали То есть, у человека большого Точного Значит, процессы физиологические Идут более медленно У человека маленького Физиологические процессы Идут быстрее У человека Средней конституции Среднего телосложения Вот вроде как все идет нормально Да И смотрите Если Большой человек Может Мерзнуть У него слишком много Допустим В объеме воды То маленький человек Он может Мерзнуть Из-за того Что у него Мало воды И он высыхает То есть Это разные Такие вещи То есть Вот организм человека Он должен Иметь свой собственный объем И у каждого он разный В этом объеме Должно быть Движение Совершаться И оно совершается У каждого По-своему И наконец-таки В этом объеме Должны происходить Теплотворные процессы Которые обогревают Человека Которые ведут к тому Что одни вещества Превращаются в другие И так далее Так вот Это все Многообразие Сейчас я Попытаюсь вам Объяснить Просто-напросто Читая свою книгу И Кое-что Буду пояснять И именно Вот это Знание Лежит в основе Того Как построить Свою собственную Индивидуальную Систему Оздоровления И По каким Параметрам Ориентироваться Чтобы Судить Что с вами Происходит Куда вы Движетесь В лучшую сторону В худшую сторону Или Сохраняйте Ну вот Начнем Устройство Полевой формы Жизни С точки зрения Древних Мудрецов Полевая форма Жизни Это именно Вот этот Объем В котором Совершаются Вот эти Все процессы Тепла Движения И поддержания Объема Объем Объем У нас Нестабильный С детства Он вырастает А потом Он у нас Теряет Свою форму И уменьшается Вот это Я называю Полевой формой Жизни То есть Энергетикой Которая Стоит За физиологией И которая Управляет Всей физиологией И которая Поддерживает Структуру Тела В нормальном Состоянии Вот это Вот и есть Полевая Форма Жизни Смотреться В древности Был давно Замечен Закон Построения Любого Живого Пространства В самую Первую Очередь Должна Появиться Полость В которой Начинает Развиваться Жизненный Процесс Эта полость Получила Название Пространство Вот Эфир Говорят Вот эфир Пространство Пространство Начинает Ити Свои Собственные Процессы То есть Вот она Пространство Отгородилось И здесь Уже Начинает Ити Свои Собственные Процессы То есть Когда Ребеночек Зародыш Формируется У женщины В матке Он уже Отгораживает Себя От материнского Организма И начинает Там уже Свои Собственные Процессы Итак Пространство Начинает Ити Свои Собственные Процессы Это Разного Рода Перемещения Которые Получили Название Воздух Сочетание Пространства И воздуха Вызывает Появление Света И теплоты То есть Вот это Трение Так сказать Объясняется Это тем Что от трения Возникает Тепло Это Третье Качественное Отличие И характеристика Получила Название Огонь Дальнейшее Действие Между собой Этих Трех Составляющих Ведут Появление Четвертого Качественного Отличия Более Твердого Воды Мол Трение Огонь И остывание Порождают Полуматериальные Вещества Типа Плазмы Дальнейшее Совместное Действие Теперь уже Четырех Составляющих Друг на Друга Приводит К движению Теплоте Звущению Сцеплению В результате Чего Образуется Пятое Качественное Отличие Это Земля Эти Пять Качественных Замосочетаний И переходов Материи Из одного Другого Получили Название Первоэлементы То есть Все говорят Первоэлементы Откуда они Берутся Пространство Это Пространство Воздух Движение В пространстве Пространство Значит Взаимодействие С воздухом Появляется Третий Первоэлемент Огонь Все эти Три Первоэлемента Между собой Воздействуют Появляется Следующий Первоэлемент Вода И Наконец Так Четыре Эти Пространства Взаимодействуют Вот эти Как бы Силы И Получается Пятый Первоэлемент Земля И так Вот что Пишется По этому Поводу Тибетской Книги По врачеванию Которую Надиктовал Сам Бог Врачевания Из Собственной Души Появляется Сознание С органами Чувств То есть Именно Сознание Будет Тем Фактором Который Начнет Образовывать Полость От От земли Мясо Кости Нос И Обоняние От воды Кровь Язык Ощущение Вкуса И Влаги От Огня Тепло Цвет Глаза И Зрение От Воздуха От Дыхания Кожи И Сознание От Пространства От Тверстия Уши И Голос От Прежних Привычек Способность Деяния Сечения Этих Условий И Кармы Образует Тело То есть Вот как Образуется Элемент Пространства Представлен Самыми Различными Полостями В организме Во рту В носе В желудочно-кишечном Тракте Дыхательных Путях Грудной Клетки Капиллярах И так далее Вообще Пространство Дает нам Полость Для развития Организма То есть Вот мы Занимаем Вот эту Полость Вот это Тело Это своеобразная Полость Пространства Которую Мы Заняли Элемент Воздух В человеческом Теле Проявляется В многообразных Движениях Мышц Пульсации Сердца Расширения И сокращения Легких Движения Стенок Желудка И перистальтики Кишечного Тракта Нервные Импульсы Мыслительная Деятельность И вообще Все Что движется В организме Управляется Воздухом Элемент Огонь В теле Человека Это обмен Веществ Элемент Огонь Действует В системе Пищеварения Проявляется Как интеллект В сером Веществе Клеток Мозга Задействован В сетчатке Глаз Воспринимающих Свет От него Зависит Устойчивость Нашей иммунной Системы И активность Ферментов Всего организма От которых Зависит Пророщение Одних Веществ В другие Элемент Вода Проявляется В секреции Желудочного Сока Слюных Желез Плазме Крови И протоплазме Клеток То есть Во всех Жидкостях Которые Имеются В организме Элемент Земля Это твердая Структура Тела Кости Хрящи Ногти Волосы Сухожилия Мускулы Мускулы И кожа Помимо этого Все пять Первоэлементов Проявляются В функции Пяти Чувств Человека А через Органы Чувств Они связаны С пятью Действиями Эфир То есть Пустота Связан С функцией Слуха Ухо Как орган Слуха Выражает Действие Через Органы Речи Которые Продают Смысл Человеческому Языку Воздух Связан Чувствам Осязания Органом Осязания Является Кожа Органом Передающим Чувствам Осязания Является Рука Огонь Проявляется Как свет Тепло И цвет Но связан Со зрением Глаз Как орган Зрения Управляет Ходьбой И таким Образом Связан С ногами Вода Связана С органами Вкуса Язык Тесно Связан С функциями Гениталии Пенис Клитер В аюрбите Науки о жизни Пенис Или клитер Считается Низшим Языком А язык Во рту Высшим Человек Контролирующий Высший язык То есть Меру Чувства Вкуса Естественно Контролирует И низший То есть Управляет Своим Половым Поведением Нераспущен То есть Человек Распущенный В еде Гурман Он таковым Является И в интимных Отношениях Земля Связана С чувством Обоняния Нос Органа Обоняния Функциональность Связана С действиями Ануса Органа Выделения Особенно Эта связь Справляется У человека Страдающего Запорами Или имеющего Нечистую Прямую Кишку То есть Забитую Шлаками У него Дурное Дыхание Отчего Обоняние Притуплено Естественно Человеческое Тело Как живое Организм Может существовать Только в виде Гармонично Уравновешенной Системы Из всех Этих Пяти Первоэлементов И древние Мудрецы В объяснении Феномена Жизни Все жизненные Проявления В организме Разделили На три Основополагающих Жизненных Принципа Доши Это По-индузски Доши Доши В переводе С индийского Означают Выпад Элементы Пространства И воздух Соединяясь Образуют В нашем Организме Телесный Ветер По Аюрведической Терминологии Дошу Вата Элементы Огонь И вода При соединении В нашем Организме Образуют Желс Или Телесный Огонь Соответственно По-аюрведически Дошу Пита Элемент Земли И воды При своем Соединении Образуют В организме Жизненные Принципы Слизи Доша Капха Чтобы понятие Доша Не было пустым звуком Ничего не значащим Для русского человека Я решил его заменить На понятное И отвечающее Сути дела Понятие Как жизненный принцип В итоге мы имеем Три жизненных принципа Ветер Это пространство И воздух Желч Огонь Плюс вода И слизь Земля Плюс вода Ветер При движении Можно сравнить С кинетической Энергией Организма Жизненный принцип Ветер Связан главным образом С нервной системой И управляет Всеми движениями И циркуляторными Процессами Организма Дыхание Крообращение Перестатика Желудочно-кишечного Тракта Менструальный цикл И так далее Слизь Ее можно сравнить С потенциальной Энергией Которая управляет Стабильностью Структур Организма И его жидкости Сферой действия Жизненного принципа Слизи Является Гормональная система Скелет Сухожилия Ткани И жидкостные Среды Организма Отходы Жизнедеятельности Как инертная Масса Относятся К слизи Движение Отходов И их Удалением Управляет Ветер То есть Почему Когда мы с вами Чистили печень Когда мы Делаем Такую Чистительную Процедуру Как холизма Мы должны Возбудить В организме Движение Даже Когда мы с вами Голодаем Мы тем самым Возбуждаем Повышенное Движение Которое Начинает Там Сортировать Нужное Оставлять Все вредное Подводить К органам Выделения И выбрасывать Желчь Желчь Отвечает За равновесие Кинетической И потенциальной Энергии Тела Она Служит Свообразным Балансом Для них Желчь Заведует Пищеварением Иммунитетом Остротой Умственного Процесса Если С позиции Жизненных Принципов Разобрать Клеточный Уровень Организма То Жизненный Принцип Ветра Вводит В клетки Питательные Вещества И выводит Из них Отходы Жизненный Принцип Желчи Осуществляет Переваривание Питательных Веществ В клетках И обеспечивает Энергией Всеклеточные Процессы Жизненный Принцип Слизи Управляет Структурой Клетки Поддерживая Стабильное Состояние Если С позиции Жизненных Принципов Рассматривает Процесс Пищеварения То Жизненный Принцип Ветра Измельчает Пищу Путем Ее Пережув Заглатывания И продвижения По пищеварительному Тракту А также Способствует Введению Отходов Жизненный Принцип Желчи Обеспечивает Переваривание Пищевых Веществ То есть Их изменение Превращение Одного В другое Жизненный Принцип Слизи Во многом Способствует Усвоению Переваренного Организма Связывая Переваривание В виде Новых Структур То есть Мы пищу Загрузили Размельчили Хоп-хоп-хоп Переделали В результате Появились Новые структуры И эти новые структуры Мы должны удержать То есть За счет Пропускания Потока Пищи Мы поддержим Своё тело В стабильном Состоянии Вот зачем Нам нужна Вообще-то Пища Помимо этого Слизь управляет Выделением Особых Секретов Которые Обеспечивают Смазку И защиту Органов Пищеварения Эта же Смазка Будет И у нас В суставах В суставных Жидкостях В суставных Сумках Если с позиции Жизненных Принципов Рассматривать Умственную Деятельность Человека То Жизненный Принцип Ветра Занимается Излечением Из памяти Информации Для его сравнения С новопоступающей То есть Вот информация Пришла Раз только Быстренько Информацию То есть Быстрота Процесса Мышления Это связано С ветром А жизненный Принцип Желчи Осуществует Обработку Новой Информации И получение На ее Основании Каких-либо Выводов То есть Он сравнивает Жизненный Принцип Желчи Что это за Информация Такая С чем ее Можно сравнить Одно дело Она поступила А другое дело Ее сравнить Так вот Этим Как раз Занимается Жизненный Принцип Желчи И вдобавок Он не просто Может ее сравнить Обработать Но и выдать Что-то новое И если так вот Сравнивать Мыслительную Способность Человека Есть люди Которые могут Выдавать новое У которых Вот этот Жизненный Принцип Желчи Прекрасно Работает А у других Он слабоватый Они На творческие Вещи На какое-то там На эти Созидание Они особо Не могут В силу Своих Вот этих Особенностей Жизненный Принцип Ветра Вносит Полученные Данные В память В качестве Самых Свежих Воспоминаний Жизненный Принцип Слизи Сохраняет Информацию В виде Какой-то Стабильной Структуры То есть Память У нас Как говорится Есть память Краткосрочная Есть память Долговременная Значит Краткосрочная Это как раз Ветром А долговременная Память Она уже Управляется Вот жизненным Принципом Слизи Чтоб она Осталась Сохранилась Видите Какая разница От чего Еще зависит Память От сохранения Этой Стабильной Структуры Зависит Память Человека Хорошая Она Нехорошая Умственную Деятельность Можно Рассматривать И так Восприятие Информации Особенно Ее Скорость Функция Жизненного Принципа Ветра То есть Сообразить Надо Опа Обработка Информации Особенно Оригинальность Выводов И способов Применения Этой То что Поступило Это Функция Жизненного Принципа Желчи Способность Надолго Запоминает Полученную И обработанную Информацию Функция Жизненного Принципа Слизи Она Во многом Зависит От материальной Структуры Мозга И нервной Системы То есть У каждого Своя Вы знаете Я смотрел Фильм Про Стива Джобса И Билла Гейтса И там Этот фильм Называется Можете его Посмотреть Пираты Кремниевой Долины Вот как только Началось Вот это Подвижки С компьютерами Многие Не понимали Что Компьютеры Станут Обычным Таким Инструментом Для Каждого Человека То есть Их можно Продавать Не только Организациям Которые Там ведут Какие-то Научно-исследовательские Разработки А каждый Человек Может Этим Воспользоваться И IBM И люди Которые были В IBM Корпорации IBM Они не понимали Этого Что можно Делать Персональные Компьютеры А вот Стив Джобс Это дело Раскусил Первым Понимаете Стив Джобс Первым А Билл Гейтс Сообразил Что к этим Компьютерам Нужны Будут Программы И что Именно Вроде Вот эти Программы Которые Сейчас Никому Не нужны Они Явятся Будем Говорить Средством К обогащению То есть Они будут Стоить Больших Денег Именно Билл Гейтс Сейчас Является Самым Богатым Человеком В мире На этих Программах Когда была Разработана Вот она Мышка А разработала Ее Оказывается Команда Из Ксерокса Инженеров И пришли И интерфейс То есть Вот эти Все окошки Которые Открывались С помощью Мышки Были Разработаны Инженерами Ксерокса И они Пришли В компанию Ксерокс И говорят Это можно Продавать Эти Боссы Сидящие На этом Они только Знали Что Ксерокс Может Допустим Только Печатать Копии Делать Их больше Особо Не интересовало Просто Они просто Посмеялись Над этим А Стив Джобс Сразу же Просек Что Эта фишка Которая Его Компьютер Персональный Выдвинет На первое Место В свою Очередь Билл Гейтс Работая Над программами Для IBM Увидел Что У Стива Джобса Они намного Лучше Он Значит Схитрил И Пошел К нему Работать Слябзил Эти Программы И Потом Стал Будем Говорит Их Распространять Сам То есть Совсем Другие Фирмы Там Японцев И так Далее Видите Как Как Смекнуть Можно И Это Все За Это Все Отвечает Жизненный Принцип Желчи И Билл Гейтс Это Самый Яркий Представитель Жизненного Принципа Желчи Люди С Желчи Очки Рыжие Стив Джобс Тоже Так Но Несколько Уступает В этом Билл Гейтса Грубо Говоря Все Материальное В организме Человека Это Было Такое Отступление Сделали Небольшое Отступление И Дальше Грубо Говоря Все Материальное В организме Человека Это Жизненный Принцип Слизи Все Что Способствует Движению В организме Это Жизненный Принцип Ветра Все Что Способствует Изменению Веществ Энерии и преобразования, и обогрева, это жизненный принцип желчи. Еще разок скажу, все, что способствует изменению веществ, энергии преобразования, это в основном тепловая энергия, это жизненный принцип желчи. То есть мы, видите, к простым вещам теперь подошли. Материальное – это слизь, движение – это ветер, и тепло – это желчь. При этом вы должны понимать, что жизненные принципы – это энергия, а не материальная субстанция, это так уже, знаете, по-простому разложим. Слизь сама по себе не является слизью, она энергия, которая проецируется в организм и тело, обеспечивает возникновение формы, структуры, плоти и слизи. Видите? Хотя усиление слизи приводит к образованию обычной слизи, то есть вот это вот то, что мы отхаркиваем, различные там вещества, которые образуются во время простуды, выходят через легкие там, это как раз вот слизь в чистом виде, можно сказать. Желчь не есть желчь, она энергия, которая обеспечивает трансформацию веществ в организме, и как одним из отражений этого процесса является образование желчи в печени. То есть, видите, просто это яркий процесс, именно действие вот этого жизненного принципа желчи, это желчеобразование. Ветер не есть газ, а та энергия, которая обеспечивает движение в организме. Однако усиление ветра приводит к усилению образования в организме газов. Тем не менее. Из этого вытекает, что вся внутренняя энергетика организма основана на трех жизненных принципах, которые могут разладиться. И это, а разладивается из-за чего? Из нашей повседневной жизни. Когда равновесие между управляющими энергией ветра, слизи и желчи нарушается, его утрачивает и организм. Вначале возникает то или иное недомогание, а затем стойкая болезнь. Теперь мы с вами перейдем к описанию жизненных принципов. Я говорю, тема не проста, но тем не менее, мы же не глупые люди. Мы все это можем понять, мы все это можем прочувствовать, мы все это можем применять, использовать для себя. Итак, описание жизненных принципов. Жизненный принцип слизи поддерживает определенный баланс в организме между первоэлементом земля твердыми и вода жидкими. Как только энергетическое равновесие жизненного принципа нарушается в сторону твердости или жидкости, в организме начинают возникать проблемы. Например, почечные и желчные камни указывают на то, что энергетическая пропорция слизи сместилась в сторону сгущения, стала преобладать гравитационной энергией, вызывающей слепание. Я не стал вам говорить, что еще можно с позиции энергии, гравитации и так далее. Это вы можете самостоятельно почитать, чтобы не утяжелять тему. Но тем не менее, вот тут идут такое описание. В коллоидных растворах желчи и мочи стал выпадать остаток, который спрессовался в камни. И наоборот, отсутствие должной силы связывания привело к тому, что в организме появляется свободная вода в виде отеков и водянки. Энергия жизненного принципа слизи позволяет сохранять должный баланс между твердыми и жидкими частями организма, и этим, сохраняя взаимное равновесие, наиболее благоприятное для протекания жизненных процессов. Жизненный принцип желчи состоит из первоэлементов огонь и вода. Это, казалось бы, несовместимое сочетание подразумевает смешение очень тонких противоположных энергий. И очень важен баланс между ними. Если больше пропорция воды, то она тушит огонь. И наоборот, если больше огня, он высушивает воду. Жизненный принцип желчи в организме человека поддерживает такой баланс между ними, который наиболее благоприятен для выполнения физиологических функций, но при этом не вредит организму. Весь телесный огонь содержится в жидкостных стринах организма. Желудочный сок представляет собой очень сильную кислоту, которая прижигает все, с чем соприкасается. Так ведет себя физический огонь. Мы можем сравнить кислоту с огнем, которая содержится в воде. Когда в этой смеси преобладает энергия огня, и он чрезмерен, то начинает разрушающую влиять на окружающие ткани организма. Если это происходит в желудке, возникает изжога. В более тяжелых случаях язва желудка. Когда же пропадает энергия первоэлемента воды, она гасит первоэлемент огонь, порождая несварение. Жизненный принцип желчи позволяет сохранять определенный энергетический баланс между энергиями, первоэлементом огня и воды при выполнении физиологических функций, связанных с расширплением веществ и некоторых других. Немножечко забегав вперед, скажу. Некоторые вещества, продукты, особенно специи, они содержат жгучий вкус, жгучую энергию, энергия жгучего вкуса. Так вот, когда, зачем мы используем эти специи? Когда энергия вот этого жгучести огня уменьшается, мы ее добавляем для того, чтобы наша энергия пополнялась и за счет этого пищеварение улучшалось. Так вот, древние позволяли добавлять ту или иную энергию в организм и выравнивать функции. Жизненный принцип ветра состоит из первоэлемента воздуха и эфира. Первоэлемент воздуха подобен ветру, способен свободно перемещаться внутри организма, лишь тогда, когда на его пути не возникает препятствий. В нашем организме имеются естественные пустоты, полости, где циркулирует ветер. Сокращение этих пространств, например, в желудке при приедании, либо изменение формы текучести на более вязкую, например, прием масла, создает препятствие для нормальной циркуляции энергии ветра. Первый элемент эфира, или по-другому пространство, представляет собой определенный объем в спокойном состоянии. Первый элемент воздуха – это энергия, которая вызывает некоторое движение в нем. Если движение в объеме чрезмерно возрастает, то оно расширит пространство и этим разрушит его структуры. В животе забурлило, живот надулся. И наоборот, недостаточность импульса движения приводит к недостаточности циркуляции или даже к застою пространства. Например, вену мы берем, она забилась тромбами этими, и все. Отсюда избыток пустого пространства и недостаток силы движения в организме человека приводит к застою, имеющему вредоносные последствия для здоровья. Например, чрезмерное расширение легких приводит к эмфизиме, а тонический запор, который может возникнуть из злоупотребления сильными слабительными средствами, тоже. В итоге жизненный принцип ветра представляет собой особую управляющую энергию, которая регулирует силу и ритм разнообразных движений в ограниченном объеме нашего организма. Таким образом, жизненные принципы обладают особыми качественными различиями, которые характеризуют их работу и взаимодействие в организме человека. Главные различия состоят в следующем. Ветер – сухая, холодная, легкая, изменчивая, подвижная, тонкая, грубая. Желчь – горячая, маслянистая, легкая, напряженная, текучая, зловонная, жидкая. Слизь тяжелая, маслянистая, холодная, устойчивая, вязкая, плотная, гладкая. Главные характеристики жизненных принципов таковы. Ветер сушит тело, сушит, желчь разогревает. Слизь утяжеляет, то есть наращивание объема идет к утяжелению. Жизненный принцип ветра обладает в организме всеми теми качествами, которые обычно оказывает ветер на земле. Он сушит, обезвоживает организм. В точности так же, как даже легкий влажный ветерок со временем высушивает развешенное белье. Он охлаждает так же, как поток горячего воздуха может охладить организм за счет испарения воды с кожей. Он огрубляет и делает жесткими различные структуры вследствие потери воды, например, кожи. Он неустойчив и переменчив из-за того, что ему свойственны дуновения и порывы. Но не постоянство течения, то есть это как раз можно теперь к эмоциям отнести. То есть человек бывает порывистый такой, а сразу схватился, влюбился и так же быстро и забыл. Это как раз проявление жизненного принципа ветра. В связи с вышеуказанным любые внешние влияния, например, пища, погода, образ жизни, быстрее всего выводит этот жизненный принцип из равновесия в организме человека. А особенно эмоциональная деятельность. Жизненный принцип желчи обладает всеми теми качествами, что и желчь в организме человека. В области печени наибольшая температура организма, поэтому желчь горячая. Вообще этот жизненный принцип отвечает за обогрев организма. Как желчь она маслянистая, легкая, жидкая и текучая. Свойства желчи расщеплять жиры в виде очень тонкой пленки. Желчь обладает выраженным специфическим запахом. Зловоние наблюдается листода, когда под воздействием высокой температуры в организме расщепляется много различных веществ. Они образуют много шлаков, которые сбрасываются из организма в виде пота, мочи, кала и этим вызывают зловоние. Жизненный принцип слизи обладает всеми свойствами слизи в организме. Слизь обладает тяжелой, вяжущей, сгущающей энергетикой, что делает ее движение медленным. Кроме того, она прохладная, тяжелая, мутная, плотная, гладкая, липкая и инертная. Именно таким становится тело человека, когда уходит сознание. Тяжелая, инертная, охлажденная масса труб. Отметим, что и желчь, и слизь маслянисты, а ветер сух. Таким образом сухость является главной отличительной характеристикой ветра. А обезвоженность, сухость возникает в организме только тогда, когда жизненный принцип ветра чрезмерно усилен. Вот смотрите, мы с вами проходили противопаразитарные процедуры, чистки. И в частности, сухость кожи появлялась из-за того, что в организме жила или живет грибница, кандида. Почему? Вот когда грибница живет в человеческом организме, появляется какая-то ненормальная сухость кожи. А в некоторых случаях, когда псориаз, там чешется, бляшки и так далее, экзема. Так вот, вот эти вот как раз грибки, которые имеются в организме, они употребляя воду, подсушивают тело. И в результате чего, вот этим внешним признаком является расстройство, с одной стороны, ветра, сухость, а с другой стороны, их деятельность по поглощению влаги на себя. Им нужна влага для своего развития, поэтому они сушат наше тело. Вот, видите, как интересно проявляется. Обезвоженная сухость возникает в организме только тогда, когда жизненный принцип ветра чрезмерно усилен. Или кто-то его усилил, употребляя усиленно воду из организма. Сухость является побочным продуктом движения, которое представляет собой физиологические функции ветра. Неравномерность избыточной сухости, то есть какие-то части в организме обезвоживаются быстрее, какие-то медленнее, приносит в работу тела и ума неравномерность. От незаметного обезвоживания могут нарушиться месячный цикл сон и, естественно, эмоциональное спокойствие. Ветер и слизь прохладны, желчь горячая. Таким образом, жар является отличительной характеристикой жизненного принципа желчи. Жар возникает в теле или уме только тогда, когда жизненный принцип желчи чрезмерно усилен. Жар является побочным продуктом преобразования, которое является физиологической функцией желчи. Напряженность избыточного жара создаёт в организме и уме раздражение. Желчные шлаки в обилии, поступающие в круг, делают человека легко раздражимым на различные мелочи. В результате появляется вспыльчивость, агрессивность, а на коже высыпание. То есть, с одной стороны, высыпание могут у нас вызывать гноеродная инфекция, а с другой стороны, высыпание может возникать желчь. И с третьей стороны, это всё может ещё взаимосочетаться. И ветер, и желчь – это лёгкие, так сказать, субстанции. А слизь тяжела. Стало быть, тяжесть является отличительной характеристикой жизненного принципа слизи. То есть, вот мы стали, мы тяжёлые, а с утра нам тяжело что-то сделать. Вот это как раз жизненный принцип слизи у нас сейчас и владеет нашим организмом. Тяжесть возникает в теле и уме только когда увеличена слизь. Тяжесть представляет собой побочный продукт устойчивости, который является физиологической функцией жизненного принципа слизи. Вязкость избыточной тяжести привносит в тело и ум медлительность. Человек медленно ходит, туго соображает. Несмотря на то, что каждый жизненный принцип представлен в любой части и клетке организма, они имеют свою опору в теле человека. В данной области их больше всего. И именно там они имеют тенденцию скапливаться и вызывать самые первые нарушения. То есть, вот мы и подошли к тому, чтобы узнать по признакам, к конкретным признакам, как эти жизненные принципы находятся в гармонии и наше здоровье нормально, либо же они уже выходят из баланса. И это начинается предвестником сначала недомогания, а затем уже и болезни. Итак, внимательно послушайте. Опорой ветра является прямая кишка. Помимо этого, жизненный принцип ветра наиболее представлен в тех частях организма, где имеются полости или совершаются движения. Мозги, пространство и скорость нервных процессов. Сердце сокращение, толстом кишечнике, костях. Они полые, легких мочевых пузырей, костном мозге. Также нервной системе у женщин в матке. То есть, в первую очередь, почему для того, чтобы уравновесить ветер, мы обращаем внимание на прямую кишку. Там сухость, кал сохнет. Мы туда только, опа, масляную свечечку из сливочного масла. Она изъяла сухость, и многие параметры нашего организма, такие, допустим, как раздражительность, плохой сон, плохой стул и нарушение месячного цикла, только раз, сами собой приходят в норму. Видите, как просто. То есть, никаких ни гормонов, ни лекарств, ничего. То есть, это совершенно иной подход на уровне энергетики организма. За физиологией, повторяю, стоит энергетика. На энергетику влияет, будем говорить, вот это все, что вокруг нас окружает. Холод, сырость, ветер, какую пищу съели, о чем думаем, как мы волнуемся. Опорой желчи является область двенадцаперстной кишки. Помимо этого, жизненный принцип желчи наиболее представлен в таких частях организмов, в которых идет активная деятельность кожи, глазах, печени, мозги, это качество умственной деятельности, крови, селезенки, накрытной системе, тонком кишечнике. Как только мы здесь с вами нормализуем, именно вот в области двенадцаперстной кишки, это ее локализация основная, Так, глядишь, пошло наладо. Если не нормализовали, значит начинаются вот эти вот кожи, глаза, печени и так далее, что перечислено. Опорой слизи является область мозга, потому что субстанция там жироподобная. Мозг это жироподобная субстанция. Помимо этого, жизненный принцип слизи наиболее представлен в тех частях организма, где имеется жир и слизь, ну вот слизь и жир, да? Мозг и материальная часть мозга, его структуры. Суставы, смазка, эластичность, ротовая полость, одну мы тут выделяем слюну, лимфа, желудок, плевральная полость, полость перикарда. То есть, смотрите, плевральная полость, это как раз, где у нас, чтобы легкие, легкие нормально сокращались, то есть, имеется такая прослойка жидкости между ребрами, будем говорить, и легкими, которая как бы смазывает ход легких, а не нормальных. А в полости перикарда, значит, тоже там имеется своеобразная такая, будем говорить, сумочка, да, полость перикарда, в которой вот это все сокращается, нормальненько так, то есть, имеется смазочка. Как только эта смазка, значит, устраняется, как-то там оно уменьшается, значит, начинают возникать проблемы, как с легкими, так и с сердцем. Ветер и слизь почти полностью противоположны другу по свойствам. Ветер не содержит никаких твердых элементов. Слизь наоборотная, более материально. Жизненный принцип слизи представляет собой потенциальные энергии тела, которые связаны материальные структуры организма. Кстати, вы заметили, вот если человек борется с какой-то там тяжелой болезнью, ну, чаще всего онкология, вот говорят, рак его высосал. То есть, он живет до тех пор, пока имеются материальные структуры, которые при своем разрушении потенциальную энергию переводят в кинетическую. И пока она есть, потенциально расходуется, человек живет, как только она кончилась в структуре, то есть, уменьшились, их нету, все, человек умирает. Эти энергии организм начинает расходовать, когда не получает питание вовсе или недополучает, ну, например, на голоде. В этом случае начинают расщепляться жиры, белки, углеводы, собственные организмы для поддержания жизнедеятельности и в борьбе с болезнью. И наоборот, когда энергии в виде пищи поступает много, она начинает откладываться в виде инертной ткани жира. Жизненный принцип слизи можно охарактеризовать и так. Это анаболические процессы, то есть, усвоение питательных веществ и набор массы в организме. Жизненный принцип ветра представляет собой кинетическую энергию, то есть, та, которая движется, сейчас, которая работает. Она обеспечивает высвобождение сохраняемой энергии. Ветер способствует изменениям в организме. Например, рост организма, уменьшение организма и тому подобное. В связи с этим надо знать, что, желая, например, уменьшить массу тела, вы рискуете перевозбудить жизненный принцип ветра в организме и получить в качестве помощного эффекта твердый стул, нерегулярные месячные, проблемы со сном, суставами, плохую кожу, аритмию и так далее. И это все наблюдается. Лиц, которые бездумно начинают придерживаться сыроедения, вегетарианства, это очень вообще сложные вещи, как сыроедение, вегетарианство, чтобы сбалансировать свое питание так, да вообще всю свою жизнь так, чтобы не перевозбуждать ветер, то есть не вызывать сухости и холода в организме. Они не понимают, это делают, и я смотрю на женщин, они вроде такая стройненькая, менструальный цикл нарушен, то есть она уже не женщина. Кожа начинает обвисать, особенно это в области груди проявляется. Волосы высыхают и становятся как испакли, некрасивые, ломкие, не горюжая кожа. Бездумность, следование моде, без учета собственной индивидуальной конституции, чаще всего приводит человека к худшему состоянию, чем он имел до этого. То есть, человек имел, допустим, вес 60 килограмм, женщина, ну, думает, я сейчас сбросу килограммчиков 10, буду как девочка выглядеть, и так далее. Но девочка-то росла и выросла в женщину. А женщина хочет опять стать девочкой. Она не понимает это. Это ее нормальное состояние женского организма иметь, допустим, 60 килограмм веса. Она начинает вот так вот искусственно уменьшать и получает вместо этого проблемы со здоровьем. Жизненный принцип метра можно охарактеризовать и так катаболические процессы, расход питательных веществ и уменьшение массы в организме, яйн процессы, расход питательных веществ, активация организма с уменьшением его массы. Как чрезмерная инерционность и потолстение организма неблагоприятны для жизнедеятельности, так и чрезмерная активность и сброс веса противопоказаны. Необходимый баланс этих двух противоположных тенденций в организме обеспечивает жизненный принцип желчи. Следует отмечить, и такую особенность, ветер и слизь в организме скапливаются вблизи друг друга по причинам функционального характера. Например, сердце и легкие находятся в непрерывном движении и стало быть требуют постоянной смазки. Движение обеспечивается жизненным принципом ветра, а смазка слизи. Избыток энергии движения высушивает запасы смазки. И наоборот, то есть, смотрите как тут, вместо ходьбы мы используем бег, то есть, большее движение. И у этого смазки меньше может быть именно от бега. И в результате сустав может разрушаться. Видите как? И наоборот, избыток смазки увеличивает ее вязкость приводит к тому, что энергии движения становится недостаточно. Например, слабее, сердечное сокращение. И от этого начинают страдать соответствующие функции. Например, возникает сердечная недостаточность. В суставах смазку и защиту обеспечивают особо синавиальная жидкость. Головной мозг и спинной мозг, все движения, которые сводятся к нервным импульсам, плавают в специальной спинно-мозговой жидкости. Слизь защищает стенки пищеварительного канала по всей его длине и делает возможным беспрепятственное прохождение пищи. То есть, здесь идет процесс, но для того, чтобы этот процесс шел и не стирал, будем говорить, стенку кишки, выделяется смазка, движение, стабильность и уравновешивающая их сила, это и есть жизненные принципы ветер, слизь и желчь. Видите, как все взаимосвязано. То есть, мы сейчас подошли не просто как энергетика, вот я такой сильный, ох, как надавил, вы почувствовали мою энергетику. Нет, энергетика организма это нечто совершенно иное. Вот то, что я сейчас читаю, чтобы внутри совершались движения, чтобы был обогрев, и чтобы и движение, как бы сказать, структура органа оставались нормальными, чтобы это наша энергетическая установка работала нормально. На указанных трех жизненных принципах основано устройство и жизненные проявления любого живого существа и человека. Однако, они могут принести большой вред, если позволит им выйти из уравновешенного и гармоничного состояния между собой. Это может произойти по многим причинам. Вот основные заостряю ваше внимание. Взаимная пропорция жизненных принципов у каждого человека своя. То есть, любой из нас имеет свою пропорцию жизненных принципов, которые определяют и работу его физиологии свое. Именно не отвечает за рост, пропорциональное телосложение, особенности физиологии, эмоциональную жизнь, пищеварение и жизненные привычки, предпочтение и многое другое. Любое изменение в указанном стимулирует один жизненный принцип и ослабляет другой. В результате гармония не нарушается. С возрастом пропорция жизненных принципов претерпевает некоторые изменения в организме одного и того же человека. В действии юности чрезмерно выражен жизненный принцип слизи. По этой причине возникает масса всевозможных болезней, связанные с природой слизи. Это простуды, насморк, бронхиты и им подобное. В зрелом возрасте усиливается жизненный принцип желчи. У некоторых людей возрастает нетерпимость, раздражительность и агрессия. Возникает изжога, язвы желудка, двенадцатиперстной кишки, болезни крови. Ближе к старости усиливается жизненный принцип. Постепенно организм обезвоживается и охлаждается. Поэтому я занимаюсь тяжестями и ем даже сало для того, чтобы этого не было. Вопреки всем рекомендациям, натуропатов, сыроедов и так далее. То есть это одна наука там. А существует другая наука, на которой все это базируется. Если не знать этого, то это все сыроедство, вегетарианство, мясоедство, раскачка мышц и так далее и тому подобное. Все это рушится и приносит страдания и болезни. Ближе к старости усиливается жизненный принцип ветра. Постепенно организм обезвоживается и охлаждается. На этой почве возникает тугоподвижность сустава, проблемы к целебращению, параличи, ломка костей и другие. Шейки бедра трын, 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 что мы слышим? В 80 лет, грубо говоря, где-то с 75 до и выше, начинает проявляться особенность чуть что вдарился, оступился, полом шейки бедра, человек ложится и дальше умирает. Третьи сезонные года с их погодными колебаниями оказывают большое влияние на усиление или угнетение жизненных принципов. Цырая погода весной осень усиливает жизненные принципы слизи в организме. От этого возникают что? Простудные заболевания, холодная и ветреная погода зимой усилив жизненный принцип ветра. От этого возникают что? Прострелы разного рода, то есть с нервами больше связаны. Заболевания сосудов и позвоночника. Жарким летом переразбуждается жизненный принцип желчи. Возникают различного рода что? Несварение, кишечное расстройство, а также возникает психическая неуравновешенность. Четвертое питание человека за счет вкусов пищи оказывает симулирующее влияние на тот или иной жизненный принцип. Подчеркну при этом вкус пищи, любовь пищи это проявление энергетики этого продукта. Причем как эта энергетика повлияет? Вкус заключенный в продукте влияет энергетически, может охлаждать, может разогревать, может подсушивать, а может давать больше слизи в организм человека. То есть это вам не витамины, не минералы, не прочие биологически активные субстанции. Это нечто совершенно иное. То есть и здесь мы выходим с вами в питание совершенно на иной уровень понимания, как пища взаимодействует нашим организмом, как ее можно использовать для собственного исцеления. Питание человека за счет вкусов пищи оказывает симулирующее влияние на тот или иной жизненный принцип. В итоге они могут очень быстро выйти из равновесия, особенно у человека, из которого изначально имеют некоторый сбаланс жизненных принципов. Ну допустим, если человек полный сала, он еще больше салом становится. В нормальном состоянии организм человека постоянно избавляется от излишков того или иного жизненного принципа. В какой медицине это описано? Современной. Правильно? Ни в какой. Особенно от того, который чрезмерно выражен в организме. Например, слизь непрерывно удаляется из тела в виде слизистых выделений через нос, горло, уши и рот. Именно по этой причине это место является опорой слизи. То есть, как у нас только начинается вот эти вот эти кашли-машли, это говорит о том, что уже слизи много. Значит, сала меньше, масла меньше, сладкого меньше. Так, желчь регулярно сбрасывается из печени в двенадцатиперстную кишку. Опорой желчи двенадцатиперстная кишка вида желчи, желчных шлаков. То есть, грубо говоря, по стулу вы можете смотреть. стул имеет желтую окраску, либо вообще белую окраску бывает такое, либо чрезмерно он там у вас коричневый становится. То есть, все это говорит о работе. И, кстати, очень много желчных шлаков сбрасывается через в виде мочи. Цвет ее также указывает на что, если она слишком там желтая, значит, в организме слишком много желчных шлаков. Если там вообще она как вода, значит, желчных шлаков там нет, там совсем иные. То есть, это уже ветер. Но это вперед забегаем. Как только происходит их задержка, кожа сразу же желтеет. То есть, они должны выброситься нормальным образом через желудочно-кишечный тракт. Они выбрасываются, всасываются в кровь, значит, и через кровь кожа пытается их выбросить уже. Так как кожа не связана с желчевыделением, сразу она желтеет, и в некоторых случаях и возникают вот эти вот мелкие вот эти прыщечки такие, вот желчной природы. То есть, это не столько анаэродная инфекция, как желчное вот это вот перевозбуждение. Но раз прыщечки имеются, дальше на нее уже подтягивается к ней гнаэродная инфекция. Видите как? Одно цепляется за другое. И наконец, жизненный принцип ветра выделяется из организма в виде расходования нервной и мускульной энергии, особенно в виде газов из прямой кишки. Именно прямая кишка обо опору ветра. То есть, как только у вас начинается повышенное газоотделение, ненормальное, особенно оно часто повышается от сырой пищи, от холодной пищи. И дальше ждите следующее. Организм будет подсыхать. И вот то, что я говорил там, с суставами и со сном и так далее, начнутся проблемы. Если вовремя удалить избыток того или иного жизненного принципа из места его скопления, то организм быстро возвращается в нормальное состояние. Подмечено, что рвота и голод быстро очищают организм от слизи, рвота и голод, понос и промывание пищеварительного пути, от желчи, теплые ванны, масляное втирание и специальные клизмы с маслом, с маслом, от ветра. Таким образом, жизненные принципы дают нам массу действенных регулировок собственного здоровья. То есть мы образом жизни регулируем свое собственное здоровье, знаем на какие рычаги и как это все воздействует, но не с помощью каких-то там таблеток, а тем более гормональных вещей, которые неизвестно там как, якобы они так вот должны влиять. Но при этом получается, что дисбаланс в жизненных принципах еще более перекашивается и происходят совершенно непонятные вещи. И почему медицина заходит в тупик? Лечим, лечим. Все. Дальше не знаем, как лечить. Ну и теперь поговорим подробная характеристика каждого жизненного принципа. То есть все три жизненных принципа должны у нас быть более-менее в каком-то равновесии. Причем в зависимости от нашей индивидуальной конституции это равновесие разные. Но тем не менее. У кого-то больше ветра, но он как-то уравновешен с остальными двумя. У кого-то слизи, он как-то уравновешен. И так далее. Итак. Подробная характеристика каждого жизненного принципа. Жизненный принцип Петра. Этот жизненный принцип отвечает за циркуляцию в организме. В это понятие входит вся совокупность движений. Движения в воздухах во время вдоха и выдоха. Быстрота мыслительных процессов. Движения крови и лимфы и других жидкостей. Скорость протекания химических реакций в клетках и биологических процессах в общем. Удаление кала, мочи, соплей и так далее. Лучше всего это можно выразить как абстрактный принцип движения. О движении мы судим по перемещению пространства в чего-то материально. Но мы не видим движущих сил. Вот это и будет жизненный принцип Петра в организме. Ввиду того, что жизненный принцип Петра состоит из проявления пространства и воздуха, которые не имеют никаких твердых либо жидких субстанций, но обладают качествами сухости и холода. Жизненный принцип Петра при своем избытке производит иссушающие и охлаждающие действия на организм. Опорой, основным месторасположением этого жизненного принципа является нижняя часть тела от пупка до ступни ног, в основном прямая кишка. Если ветер в норме, наше мышление хорошее, много энергии, кишечник функционирует хорошо, все циркуляции в организме в норме. Признаки увеличения жизненного принципа Петра следующие. Первое. Моча прозрачная, как вода. Сильно пенится, после отстаивания остается чистой. Второе. Язык сухой, красный, шершавый, во рту вяжущий плюк. Третье. Кашель с мутной мокротой, запоры. Четвертое. Обострение ветряных расстройств наблюдаются летом в течение суток. В начале вечерних сумерок и на рассвете. То есть что-то, какие-то боли будут. А какие именно? Пятое. В пояснице, крестце и вертлужных впалинах. А также во многих других суставах наблюдаются боли, как от побоев. То есть именно, вот, летом мы, да, на сумерках вечерних и на рассвете утренном. Вот что-то происходит у нас, типа, что я прочитал. Шестое. Похудание, сухость кожи, колющие боли в затылке, груди и в челюстях. Седьмое. Хочется двигаться. Дыхание избивчиво, сознание возбуждено. Восьмое. Голова немеет. И кружится шум в ушах. Бессонница, дрожь и подтягивания. Жизненный принцип желчи. Жизненный принцип желчи отвечает за поддержку температуры тела и протекание всех физиологических реакций к пищеварению, обмен веществ, иммунитет и так далее. Это абстрактная теплота, оторванная от материального тела. Ведь обычно мы ощущаем теплоту по степени разогрева какого-нибудь материального тела. Но не как таково. Это огонь организма. Ввиду того, что желт состоит из первоэлементов огонь и вода, она является горячим и влажным образованием с преобладанием горячих свойств надводными. При чрезмерном увеличении этого жизненного принципа в организме скапливается жар, поднимается температура тела, расстраивается пищеварение. Поэтому ее опоры считают среднюю часть тела от диафрагмы до пупка. Вот как раз рисунок, который указывает местоположение слизи, местоположение желчи, местоположение ветра. Вот он. Вот как тибицы отзываются об этом жизненном принципе. От тепла зависит здоровье, бодрость, цвет долголетия и мощь сил тела. Это тепло основа, которая всякую пищу использует на усилении и развитии сил тела и цвета. Если тепла мало, эта пища может для нас же явиться ядом. Так как она не усвоена, она чужеродна, она гниет. Признаки чрезмерного увеличения жизненного принципа. Желчи следующие. Первое. Моча красно-желтая с сильными запахами пара. Второе. Язык с толстым налетом во рту кислый привкус. Третье. Мокрота красно-желтая, солноватая, жажда. Четвертое. Обострение желчных расстройств наблюдается осенью в течение суток, в полдень и в полночь. Каждый жизненный принцип имеет свое, как бы сказать, маркер в течение года и в течение суток. О, как интересно. Пятое. Голова болит, тело горит, сухо в ноздрях. Шестое. На глазах желто-красное облачко, неожиданные колики. Седьмое. Ночью бессонница, а днем невозможно заснуть. Восьмое. Потливость и запах пота рез. Жизненный принцип слизи. Жизненный принцип слизь отвечает за материальную часть тела, то есть за сцепление молекул и придание им определенной формы. Причем этот принцип работает на уровне молекулы, клетки, органов и всего тела в целом. Это опора организма. Ввиду того, что слизь состоит из первоэлементов земля и вода, она является холодным и слизистым образованием. При чрезмерном увеличении этого жизненного принципа в организме скапливается холодная слизь, которая в первую очередь накапливается в верхней части тела, от макушки до диафрагмы. Поэтому эти места являются опорой жизненного принципа слизи. Вот как тибетцы отзывались об этом жизненном принципе. Слизь приумножает тело и ум, препятствует засыпанию, сочетая суставы костей, обеспечивает их связь, продлевая чистую нить сознания, усиливает терпение в делах и способность переносить причиняемый человеку вред, обеспечивает белизну и мягкость внешних и внутренних частей тела. Признаки чрезмерного увеличения жизненного принципа слизи следующие. 1. Моча белая с незначительным паром и запахом. 2. Язык и десны белые, во рту пресный привкус. 3. Супли и мокрота в груди и голове, угнетенное состояние тяжестей. 4. Обострение слизистых расстройств наблюдается весной, вообще в сырую и холодную погоду в течение суток вечером либо под утро. 5. Веки отечные, глаза белесые. 6. Аппетит нарушен, пищеварение слабо. 7. Нет тепла в теле. Тело текает, появляются гнонячки на коже. То есть гнонячки на коже могут появляться из-за отсутствия должного тепла. То есть тепло это иммунитет, значит нету. Вот такие какие-то иные. Вот различные отличия гнонячков. Допустим желчных это одни гнонячки. Слизи это другие гнонячки. И допустим вот от гноеродной инфекции это несколько другие. Но и как в первом случае, так и во втором случае гноеродная инфекция и там и там делает свое дело. 8. Почки и поясница, суставы малоподвижны. Кожа зудит. Видите, тоже кожа зудит. Но совсем несколько по-иному. Не от сухости, а от влаги как-то. 9. Плохая память, сонливость, слабость. Все выше изложено о жизненных принципах указывает на то, что основа здоровья и гармоничное состояние. Задача человека сводится лишь к тому, чтобы поддерживать эту гармонию и не нарушать цепочку регулировки организма. Ну а теперь перейдем к вопросу раскрытия индивидуализации оздоровительного процесса. Если вам понравилась вот такая моя лекция, вы дадите свои отзывы, то далее мы с вами перейдем к вопросу раскрытия индивидуализации оздоровительного процесса. Там очень много-много интересного. Так что давайте свои отзывы. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровьица и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok